Привет всем и добро пожаловать в новый влог. Как я уже обещала, сегодня будем печь шнеки. Шнеки, это как на них говорят и рогалики, на них говорят и булочки, и улиточки. Будем мы сегодня печь из... Это сахар и цинк по-немецки, по-русски я вспомню, я скажу. Такой запах очень мне нравится. Можно даже добавлять яблоки, можно делать с вареньем. Это тесто как бы универсальное, да, его можно и простым булочкам, ватрушкам, и кто как любит, да, кто как называет. Что нам надо? Нам надо 200 грамм молока или миллилитров, да, отсюда. И с этого 200 миллилитров мы сделаем здесь, будем делать опару, да, немножко вот вылим. Ну, не знаю, вот так вот, наверное, около 100 грамм я вот так вот, наверное, возьму. Потом нам надо будет дрожжи 6 грамм. 6 грамм это вот они, дрожжи. Пачка ванилина, щепотка соли, 2 яичка, 70 грамм масла и, девчата, и 400 грамм муки, да. Ну, смотрите, тут у меня 250, и еще я потом 200 грамм возьму. И, ну, и все, да, будем делать сейчас опару сначала. Значит, возьмем немножечко отсюда молока, только чтобы все комнатной температуры было. Дрожжи сюда высыпем, 2 столовые ложки сахара, сахару я, наверное, не сказала, сколько, у меня тут 100 грамм сахару. И отсюда возьмем сахару и молочка. И будем делать опару. А потом я уже дальше вам покажу, что мы будем делать. Смотрите, нам сначала нужна опара. Ну, вот так вот, наверное. Потом молочка и дрожжи. И чуть-чуть отсюда возьмем муки. Все, размешиваем это. И пускай у нас поднимается опарой. И потом посмотрим, какие у меня дрожжи, старые или нет. Может, придется еще раз делать дрожжи. Здесь у меня вообще 6 грамм, но надо 6 грамм, здесь у меня 7 грамм. Ничего страшного, у меня есть дрожжи там, где и 16 грамм. Просто пол пачечки высыпаете и все. Ну, поехали, делаем опару. Посмотрите, как подошли у меня дрожжи. Какие хорошие, прям посмотрите. Ой-ой-ой. Так, ну, сюда в это оставшееся молоко я кинула 2 яичка. Немножко, щепотку соли. Я уже, как знаю, да, все делаю на глаз. Девчата, тут у меня 3 столовые ложки, это на начинку. 3 столовые ложки сахару и 2 столовые ложки корицы. Можете чуть меньше, да. Как я говорила, можете делать даже с вареньем, с яблоками. Как вам нравится. Так, и добавляем сюда сахар от 100 грамм, да, мы брали 2, я брала 2 столовые ложки сюда на опару и 2 столовые ложки муки. Так, и вот все вот так вот перемешиваем. Смотрите, чтобы у вас все было комнатной температуры. Сейчас я сделаю немножко подальше. Вот так вот. Теперь вливаем нашу опару. Посмотрите, какая прелесть. Так, сейчас я ложечкой отсюда все повыгребаю. Где моя ложка? Вот она. Вот она. Вот так вот. Все. Смотрите, она еще и играет. Так, все добавили. Сейчас я тут вытеру. Теперь, девчата, добавляем сюда масло. 70 грамм масла, да. Не обязательно, чтобы оно прям было сильно нарастопленное. Можно даже и комнатной температуре, чтобы масло было. Я просто забыла его с морозилки вытащить. Поставить, чтобы оно немножечко у меня мягче стало. Я хотела вообще, чтобы комнатной температуры было. Но, к сожалению, не сделала. Так, это все поубираем, чтобы нам не мешало. Теперь, смотрите. Так, это вытерю. Чтобы нам тут ничего не мешало. Поставлю сюда. Так. И, девчата, потихоньку мы сейчас будем с вами муку. Вот это вот 400 грамм, да. Ну, смотрите, мука тоже, я уже говорю, это зависит от количества ваших яичек, от жидкости. У кого побольше яйца, у кого поменьше яички. Сейчас посмотрим, сколько у меня выйдет. Так вот сделаю. Это мои улиточки. Я на них улитки, как по-немецки шнеки, да, на них говорят. Еще. Забивать, конечно, мукой не буду. У нас сегодня такой ветер, и завтра, и послезавтра будет. Прям и дождь, главное, со снегом сегодня был. Хоть бы уже теми, как погода успокоилась. Послезавтра у нас первое февраля уже. Так, тут у меня 250 грамм, и еще надо 200 грамм. Все, сейчас еще 200 грамм добавляем. Еще 200 грамм просею, и все. И поставим, пускай оно у нас поднимается. Тесто пускай поднимается на один раз, и потом, когда сделаем шнеки, и еще раз оно у нас будет подниматься. Потому что это тесто не на Пасху. На Пасху у меня всегда три раза должно подняться. Ну и все. Сейчас я еще муки наберу 200 грамм, и буду замешивать тесто. Вот, замесила я тесто. Посмотрите, какое. Оно у меня даже увеличилось. И сейчас вот я его накрою и поставлю, пускай оно у нас поднимается. Тем временем, у меня тут 50 грамм, вот так, где-то 50-60 грамм масла. Комнатная температура уже растаяла. Я специально так нарезала, чтобы оно быстрее растаяло, девчата. И, как я говорила, уже корицы с сахаром. Смотрите, можно делать с вареньем. Можно делать с орешками. Тоже орешки так измельчить. Растерить. Я потом вам покажу масло, например, да, и сверху орешки посыпать. Можно делать с вареньем. Только не так варенье. Килограмм прям просто растереть вареньем или повидлом. Яблочным тоже очень люблю. Вот, это тесто такое можно делать, я говорю, все. И булочки. И булочки, я имею в виду, с сахаром. Такие вот ватрушки. И потом сердечки всякие вот такие вот. Ну, ладно, оставим. Пускай поднимается. Тем временем я буду делать свои другие захы. Буду убираться. У меня есть дома чем заняться. Пока оно у меня поднимется. Посмотрите, как тесто мое подошло. Вот оно. Вот оно какое. Даже к рукам не литнет. Ну и все, я его сейчас буду вот сюда высыпать. Буду раскатывать, девчата, вот такой квадратный пласт. Но я посмотрю, сколько у меня теста. Потому что если у меня сильно много будет, я хочу заморозить. Потому что много не хочу делать. И смотрите, сейчас вам покажу. Смотрите, какое тесто. Видите? Вот оно какое. Мягкое, мягкое. И все. Сейчас вот эта вот мука у меня, мука эта осталась. Сейчас, значит, квадрат такой большой, не сильно толстый и не сильно тоненький. Будем катать, да? Потом тут у меня корица с сахаром, я уже говорила. И здесь у меня мягкое. Я даже немножко ложечкой сделаю его помягче. Вот оно. И будем потом размазывать по всему тесту. И выпекать я сегодня, девчата, буду вот такой вот. Вот такой вот у меня противень. Немножко глубокий. Вот, буду вновь выпекать. Вот. И я буду сегодня их выпекать, как булочки. И наверх не буду я ни со сметаной смазывать. Или там маскарпоне можно смазывать сахаром. Потом можно делать сахарной пудрой, глазурь. Ничего не буду делать. Я хочу их выпекать, как булочки. Почему? Потому что потом там муж или там детям они берут на работу, да, дочь. Вот беру одно яичко и ложечку маленькую чайную сахару. Это все взбиваю. И наверх я мажу и в духовку. Ну все, поехали. Приступаем. Так, это тесто у меня будет много. Хорошо поднялась, а хорошие дрожжи. Так, девчата, теперь немножко муки. Можно, конечно, не сеять. Это я так просто. Можно и не сеять ее. Вот так вот, девочки. Теперь беру. Можно просто маслом смазать вот эту вот резину, ну как ваша поверхность, на чем вы работаете. Так, и поехали. Много рассыпали. Вот так вот. И потихонечку вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Что было квадратное, я хочу. Так. Подождите. Еще так вот немножечко. Чуть-чуть. Девчата, никак не могу свой бар помыть. У меня бар есть. Мы, конечно, с него не пьем. Это у нас все подарки и с отпуска, где мы были. И никак не могу. Руки не доходят. Вот-вот соберусь. Ай, солнышка нету, ничего не буду делать. Ну как, солнца нету, плохо видно. Никак. Думаю, ну как вчера уже думала об этом. Думаю, ай, помою. Сегодня, думаю, страну. Думаю, нет, не буду сегодня мыть. Солнца нету, на улице погода такая. Вот. Думаю, еще завтра есть время. Послезавтра уже на работу. С первого у меня на работу. С первого февраля. Постоянно что-то. Или, может, просто еще пока не дошло время до этого. Так. Ну и вот тут вот чуть-чуть. Все. Вот, посмотрите, какая у меня получилась. Все. Теперь. Берем масло сливочное. Можно растопить, а можно просто размазать. Просто размазать. Только сильно много, чтобы у вас не было прям такой слой. Потому что, когда они начнут выпекаться, масло все вверх поднимется. И будет жирный. Прям края хорошо. С этого теста я и косички пекла. Знаете, можно просто, девчата, сделать мак. Тоже так же закрутить. Или косички такие вот тоже делать. Выпекать всякие такие разные. Ну, тесто просто хорошее. Я просто говорю вам про это, что с него можно все делать. У меня там много на пирожков, по-моему, рецептов. Они мне все разные. Печь я люблю. Я не мастер. Я не училась. Я вот просто, что для семьи делаю, то вот я и вам показываю. Вот и все. Так. Теперь, девчата, это корица. Возьму ложечку. Тесто я всегда замораживаю. Когда остается, например, вот так вот раз. Перед работой, например, идешь на работу, вытащил. Оно у тебя растаяло. И как удобно. Потом пришел, быстренько что-нибудь сделал. Там испек доцу. И там сварила, кушать. Сегодня я шпагетти сделала. Попозже поставлю эти ляшечки и крылышки в духовку. Хотя у меня всегда по понедельникам борщ идет. Борщ, суп, там щи и галчо. Ну, надо как бы такое вот. Ну, что-то не знаю. Думаю, ай, что-нибудь сегодня, наверное, такое испеку. Зато завтра будет у меня суп или лапша. Что-нибудь сделаю с него. Так, руками есть руками. Вот так вот я буду делать. Так, нуль. И на еще один раз останется. Еще раз как раз вот то тесто заморожено. И будут у меня там булочки, там ее влет. Мак пойду куплю. И с маком сделаю. Так, ну, теперь вот закручиваем. Тесто моментально поднимается. Ну, я сейчас все равно его оставлю подниматься. Можно было, конечно, еще потолще. Ну, и так пойдет. Можете резать ниткой, а можете ножиком. Ножик можно маслом смазать подсолнечным и резать. Так. Сейчас я смажу сливочным маслом. Все. Деваю. Вот сюда вот. Видно будет, ну, будет видно. Вот так вот сделаю. Ну, и все. Поехали. Вот такая, посмотрите. Розочка получается. Сейчас опять порежу. Уже вторая у меня. Режу ножом, забываю, что это резина. Сейчас опять порежу. Вот такие. Посмотрите, они вот получаются. Видите? Сильно прям друг дружку не уложите. Можно и на другой котове не делать. Не обязательно прям вот именно вот на таком, который я вот делаю. Смотрите, какая прелесть. Вот. Сейчас подвину. И еще мне надо три. Хватит сюда, не хватит. Сейчас посмотрю. Должно. Место найду. Вот так вот. Вот оно. Смотрите, какая красота. Ну, все. Места хватило. Места хватило вот так вот сделаем. Сейчас, девчата, покажу вам. Вот они какие. Теперь яичко взбиваем с сахаром. Вот прям я сюда ложу. Все равно буду все мыть. Все. Где мой венчик? Вот такая вот ложечка. Сильно много не надо, то гореть будет. Ставим на 180 градусов. Там, на 20, на 30 минут, смотря у кого какая духовка. Так, я это убираю, чтобы вам было видно. Эти булочки очень-очень вкусные. Очень. У меня дочь такое любит. Все. Все. И смазываем их. Все. Хорошо смазываем. Подвигаем сюда. Уже погода как наладится. Потом уже будем с вами на даче. Буду вам видео делать. Там в Лидли. Там в Лидли. Надо мне посмотреть. Я помните, вам говорила про огурцы в пачке. Самые дешевые, которые я покупаю в Лидли. Семена. Не такие. Вот у меня были с Денера семена такие самые, знаете, дорогие. Что вы думаете? Там, во-первых, за место 10 штук, 12. Там было около 7 штук. И кто, 4 зашло, а остальные вообще не зашли. Так что, потом вам покажу эти семена. Все. Девочки, посмотрите. Ставим теперь, чтобы они немножко поднимались в такое теплое место. Тоже накроем их. Пускай немножко поднимется. И потом в духовку. Девчата, посмотрите, как они у меня уже поднялись. Так, ну что вам сказать? Ну, как всегда у меня думки. Думала, а вдруг мало будет. Думаю, надо еще что-то сделать. Ну, взяла уже вторую половину сделала. Как всегда, вот думаешь об этом. Думаю, ой, друг, не хватит. Как обычно готовим, как на празднике, на день рождения, да. Наготовишь полный стол. А потом на второй день никто ничего кушать не хочет. Ну, сделала я вот косичку. Теперь, наверное, точно хватит. Обыкновенная косичка с сахаром и маслом. И все. И наверх в этим же желтком помазала. Ну, вот, девчата. Сейчас я ставлю уже в разогретую духовку. У меня уже разогрелась она. Посмотрите, как они увеличились. Опа-ля. Вот я только вытащила. Еще горяченькая. Сейчас вот как остынет. И я уже буду выкладывать на тарелку. Какой дома аромат стоит. Ммм, как вкусно. Вот такие девчата они должны быть. Видите? Вот такие вот. Все. Теперь вот можете прям горячие. Я вот уже говорила, да. Две столовые ложки сахарной пудры. И чуть-чуть там грамм, чтобы у вас не сильно жидкая, не сильно густая была водички. И просто прям на горячие вот так вот смазывайте. Или ложку сметаны. И можете там пол ложечки сахару. И тоже вот так вот прям со сметанкой смазывать. Ну, я не хочу. Я вам уже говорила, потому что я уже до этого пекла. И я просто хочу такие. Может быть, муж на работу возьмет. Или там сынги возьмет в школу. Дочь-то такой не берет себе на работу. Вот. Ну, и вот так вот. Решила просто вот такие вот сделать сегодня. Вкусняшки. Посмотрите, девчата. Не стала я ждать. Я прям горячим его вытащила. Нету терпения. Один уже скушала. Ну, до того такой вкусный. Очень вкусный. Косичка еще готовится. Вы посмотрите. Еще такой вот прям горяченький. Вот он. Видите, тесто как пух. Оно и отрывается хорошо. Очень вкусный. Так. Вот теперь у меня все готово. Конечно, косичка у меня увеличилась в три раза. Даже на тарелку не помещается. Я даже сама не думала, что она так и поднимется сильно. Ну, посмотрите. Очень большая. Прям вообще огромная. С сахаром. Очень-очень вкусная. И улиточки мои тоже. Посмотрите, какие хорошие. Вкусные. Очень булочки. Девчата, пробуйте. Делайте. Тесто очень легкое. Вы сами видели. Там ничего такого не надо добавлять. Тяжелого нету ничего. Только минут 10-15 подождать, чтобы были готовые дрожжи. И тесто сделали. Подождали еще 10 минут-15. Только, чтобы у вас все было тепло. Яйца, теплое молочко, теплое. И поверьте, оно там, ну, может быть, с полчаса, там, за 30 минут вы уже сделаете эти булочки. Потом еще 10 минут, пускай они поднимаются. А самое лучшее, это только что я сегодня вот на эти шнеки девчата сделала, чтобы они у меня поднимались. А так я сразу, как мама. Мама сделала тесто, раскатала, когда делала булочки. Никогда не ждала, чтобы они на противне еще поднимались. Она сразу и в духовку. И всегда были пышные, вкусные. Всегда. Вот и я сегодня так. А так обычно я тоже не жду. Вот. Ну, большое-большое вам, девчата, спасибо за просмотры, за подписку. Ну, все. Ставьте лайки, балалайки. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok